Здравствуйте! В эфире экстренный вызов, программа, которая не просто рассказывает о происшествиях, но и предупреждает вас о возможных опасностях. В студии Мария Колосова смотрите сегодня. Новые аферы мошенников Курянка отдала злоумышленникам 200 тысяч рублей, чтобы спасти внучку от мнимого уголовного преследования. Крупный пожар на северо-западе Курска в торговом центре Бумеранг. Разбушевавшееся пламя несколько часов тушили больше ста спасателей. Погиб человек. Личность раскрыта. Агент украинской разведки под псевдонимом Альтендорф собирал информацию про российских военных и их семьи. Купил пневматический пистолет и в тот же день решил опробовать его на прохожих. Так сентябрьским вечером развлекался курянин на улице Дейнеки. Противоправное веселье сняли и выложили в интернет. Ролик быстро разлетелся по соцсетям. Я приобрел пневматический пистолет, затем приехал домой, открыл окно и произвел, не целясь, выстрел. Содеянным раскаиваюсь, прошу извинить. Скромный в отделе полиции мужчина довольно смело стрелял в воздух из окна жилого дома. По опубликованному видео сотрудники полиции быстро нашли курянина. Сейчас силовики проводят проверку. В Курске задержали мошенницу, которая переводила деньги пенсионеров на Украину. Используя популярный мессенджер, сотрудница банка нашла криминальную подработку. Выезжала на указанные кураторами адреса и забирала наличные у доверчивых людей. После этого перечисляла оговоренную сумму заказчикам через банкоматы. В качестве вознаграждения девушка оставляла себе 10% от полученных денег. Я получила адрес, куда нужно приехать. Приехала туда и забрала пакет, который, соответственно, предположил. Что было в пакете? В пакете были вещи бытового характера и в полотенце завернутые деньги. Сколько? 100 тысяч рублей. Курские полицейские задержали подозреваемую в тот же день. В тот день она посетила семью пенсионеров, которые были уже психологически обработаны ее работодателями. Кураторы сообщили пожилым людям, что их родственница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, для минимизации последствий которого якобы необходимо 100 тысяч рублей. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Следователи предполагают, что она может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается. Крупный пожар произошел утром 2 сентября на северо-западе Курска в торговом центре «Бумеранг». Информация о задымлении на третьем этаже здания поступила в полдесятого. На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 40-летний мужчина. Очаг возгорания с помощью тепловизора, прибывшие на место пожароспасатели, обнаружили в подсобке магазина на третьем этаже. Очевидцы сообщили о плотной стене дыма, из-за которой не было ничего видно и невозможно дышать. Самостоятельно эвакуировались более 80 человек. Здание общей площадью 3 этажа более 8600 квадратных метров. На третьем этаже возгорания пожара общая площадь до 400 метров квадратных. Разная пожарная нагрузка и форма, и химические вещества. Поэтому достаточно высокая концентрация продуктов горения. На месте пожара работала группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона. Более 100 человек. Задействованы 26 единиц техники. Прибыла полиция, бригады скорой, медицинской помощи, энергетики, газовики и другие службы жизнеобеспечения. К сожалению, жертв избежать не удалось. Погиб 40-летний мужчина, который не успел покинуть здание. Возбуждено уголовное дело. Арест имущества, привлечение к уголовной ответственности и запрет на выезд из страны. Курские судебные приставы провели очередной рейд. Проехали по адресам тех, кто не платит алименты. Только в этом году с должников удалось взыскать свыше 200 миллионов рублей. Эти мужчины и женщины лишены родительских прав. В настоящее время воспитанием их ребенка занимаются опекуны. А они должны ежемесячно выплачивать алименты. Но даже с этой задачей не справляются. С судебным приставом пришлось заехать в гости. Свои обязательства они выполняли не в полном объеме. Образовалась задолженность более 200 тысяч рублей. Алименты они не платят. Были привлечены по статье 5.35.1 КОАП РФ. А также были привлечены к уголовной ответственности по статье 157, часть 1. По этой статье предусмотрено наказание в виде исправительных работ и даже лишения свободы. Несмотря на это, куряне продолжают копить долги. В этом году судебные приставы завели свыше 300 уголовных дел. Нередко расплачиваться приходится своим имуществом. Например, хозяин этой машины не платил алименты почти три года. На автомобиль наложили арест. В течение 10 рабочих дней должник может оплатить либо полную сумму задолженности, либо транспортное средство будет передано на реализацию. Данные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности по алиментам. Еще одна действенная мера в арсенале судебных приставов – ограничение выезда за пределы России. За последние 7 месяцев области вынесено свыше 4000 таких постановлений. О происшествиях, которые не попали в объектив камер, расскажем в рубрике «Одной строкой». Ранил друга кухонным ножом. Полицейские задержали мужчину, который в порыве гнева нанес тяжкие телесные повреждения товарищу. Злоумышленник в момент нападения был пьян. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Хранили элитные алкогольные напитки без маркировки с целью их сбыта. Суджанские правоохранители изъяли больше 700 бутылок горячительных напитков у пожилой пары. Теперь им грозит штраф в размере 75 тысяч рублей на каждого. Ударило любимую пакетом замороженных костей. В Октябрьском районе курянник в порыве гнева попал субпродуктами женщине в голову. Суд оштрафовал мужчину на 5000 рублей за нанесение побоев. Они первые на месте, когда случился пожар, наводнение или сложные ДТП. В Курске прошли 20-е областные соревнования по многоборью спасателей. В течение четырех дней сотрудники МЧС доказывали готовность к любым испытаниям. За звание лучшей боролись 11 команд из Курска, Курчатова, Железногорска и Щегров. Свою готовность к любым испытаниям спасатели доказывают на деле. Один из сложнейших этапов – ликвидация утечки аммиака из цистерны. Условия максимально приближены к реальным. Здесь важны оперативные и слаженные действия всей команды. По легенде, при аварийном выбросе токсичные вещества быстро распространяются в атмосфере. Сложность этапа заключается в том, что ребята находятся в костюмах или один химической защиты и находятся в противогазах. Тем самым тяжело дышать, тяжело работать. Еще один этап – спасательные работы в условиях завала. Пострадавшие зажаты бетонными плитами. У сотрудников МЧС непростая задача – помочь людям выбраться, а после эвакуировать их на носилках. На кону почти всегда человеческие жизни. Во время трудовых будней работа в замкнутом тесном пространстве – привычное дело. Программы испытаний всегда составляют так, чтобы у спасателей была возможность отработать навыки, которые пригодятся им при спасении человеческих жизней уже за пределами соревновательной площадки. Благодаря тем ссадинам, которые имеют наши спасатели, мы добиваемся вот таких результатов, когда просто на автомате выполняется любое упражнение. Команда-победитель примет участие в межрегиональных соревнованиях по многоборью среди спасателей. Он получил псевдоним «Альтендорф» и собирал информацию про российских военных и их семьи. Уроженец города Сумы был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2018 года. ФСБ России опубликовало кадры задержания в Курске агента военной разведки. Задержанного подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России, а также вербовке людей. Он уже дает признательные показания. Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Через пару дней я уже был завербован им и дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима «Альтендорфа» и о получении первых денежных средств на текущие расходы. Дома у задержанного нашли спецсредства, которые были переданы украинской разведкой, а также литературу по снайперской подготовке. Возбуждено дело о шпионаже. Внимание, пожар! Курские дошкольники приняли участие в эксперименте спасателей. Специалисты оценивали реакцию воспитанников детских садов на различные речевые системы оповещения о происшествиях. Одеть, обуть, вывезти из здания. Эвакуировать дошкольников непросто, но действовать нужно быстро и слаженно. На счету каждая секунда. По нормативам процесс должен занять не более четырёх минут. Воспитатели Курских детских садов справляются. Детский сад эвакуирован, все находятся, группы на своих площадках, воспитатели готовы к отчёту. Сотрудники вышли из детского сада? Сотрудники все на месте. Детей нет? Детей нет. Выходы отключены, всё сообщено. Сообщение, сообщение. Дети должны правильно себя повести, но в данной ситуации решающую роль играют всё-таки воспитатели и педагоги, которые руководят всем этим процессом. И должны тоже правильно скоординировать действия детей, быстро их собрать, вывести в безопасную зону. Тренировки в детских садах провели курские спасатели. Среди задач определить реакцию малышей на голосовые оповещения о происшествии со словом «пожар» и без него. Если говорить о реакции детей, то большой разницы мы не заметили. Принято говорить о том, что слово «пожар» вызывает какую-то очень эмоциональную реакцию. Например, панику нет, в этом случае у нас такого не было. Мы это связываем с тем, что с детьми в детских садах на регулярной основе проводятся тренировки. Тренировка прошла успешно как для сотрудников, так и воспитанников курских детских садов. Перевозил пассажира не в салоне, а на крыше автомобиля. На парковке у одного из крупных городских гипермаркетов любители экстремальной езды устроили целое представление. Его сняли на видео, которое в свою очередь разлетелось по соцсетям. Увидели его и полицейские. Лихач накатал на солидное количество штрафов. Их общая сумма составила почти 7 тысяч рублей. Кроме того, на водителя был составлен административный материал по части 2 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством. Водитель сотрудниками госинспекции был доставлен в суд, где ему назначено административное наказание в виде обязательных работ в количестве 100 часов. Автомобиль данного водителя помещен на штрафстоянку. Новый случай мошенничества в Курске аферисты обманули пенсионерку. Женщина передала злоумышленникам почти 200 тысяч рублей. Спасала внучку от мнимого уголовного преследования. 185 тысяч рублей – сумма, которая должна была помочь внучке потерпевшей избежать законного наказания. Позвонив по телефону, мошенники рассказали 75-летней женщине выдуманную историю. Якобы ее внучка переходила дорогу в неположенном месте. Стала виновницей серьезного ДТП. Деньги нужны на лечение водителя, а иначе девушке не избежать серьезного наказания. Только после того, когда деньги были переданы, потерпевшая связалась с внучкой, находившейся на рабочем месте. Получив заявление, сотрудники полиции незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Несмотря на то, что потерпевшая находилась в шоковом состоянии и дала минимальное количество информации о внешности злоумышленника, его удалось задержать. Курьером по передаче денег выступил ранее судимый 51-летний мужчина. 35 тысяч рублей оставил себе как вознаграждение. Остальное перевел заказчикам. Утверждает, что о преступной схеме не знал. Работу нашел в мессенджере. Теперь нюансы установит следствие. А суд определит меру наказания для всех фигурантов уголовного дела. А на этом у меня все. Будьте бдительны и осторожны. Берегите себя и смотрите «Экстренный вызов» на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова